привет дорогие начали присоединяться привет сейчас немножко ждем присоединившись и начнем приветики добрый день добрый день приготовили чай кого чай у кого кофе кто без чая без кофе пишите будет здорово если мы будем общаться с вами в режиме обратной связи так рада всех вас видеть и честно говоря уже соскучилась по вам привет 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 смотрю у нас и новые есть кто присоединяется и да рада я тоже рада встрече какао у кого-то да и те кто с нами уже давно я уже знаю вас по аватаркам по именам без чая без кофе ну отлично тоже так тоже можно всем привет география у нас огромная смотрю кто-то из сибири у нас кстати есть и те кто из-за границы да откликнитесь кто у нас из-за границы привет давайте у нас сегодня такой будет прямой эфир с интерактивом то есть я буду какие-то вам вопросы тоже задавать вы мне задавать и мы друг другу будем отвечать да всем привет а у меня кстати иван чай вот люблю иван чай привет да мы сегодня собираемся на кофе на чай с переходом в так сегодня для вас проведу прямой эфир я марина тушевская наша елена риунова дорогая всеми любимой любимая сейчас в отпуске уже небольшой отпуск ее заканчивается и мы в вместе проведем прямой эфир для вас уже в субботу девятнадцатого числа сейчас я скажу во сколько мы тут распланировали сегодня все с ней в 15 часов это будет большой большой прямой эфир который будет и на ютубе на ютубе он будет на ютубе потому что мы будем в разных точках находиться вот и соединимся для того чтобы провести с вами прямой эфир вот смотрю многие присоединились но что же начинаем сегодня тема нашего прямого эфира будет изобилие на самом деле не даже не деньги да потому что изобилие подразумевает под собой не не только деньги но и все состояние целиком то есть человек может быть изобильным получая и совершенно небольшую зарплату и совершенно небольшие деньги а может быть бедным получая миллионы рублей поэтому мы с вами идем конечно же к изобилию внутреннему вот этому состоянию что сделать чтобы звук был я даже не могу вам ответить в прямом эфире наверное нажать погромче а кстати скажите как меня слышно доброго дня доброго дня да я вас тоже очень рада видеть и слышать как меня слышно расскажите мне в инстаграме задержка маленькая звук хороший ну отлично всего добрый день всем участникам все звук хороший итак поехали тема изобилия я бы хотела вам задать вопрос такой скажите пожалуйста кто из вас с переходом так впервые то есть не был на прямых эфирах не был на марафонах поставьте пожалуйста циферку 1 это мне для того чтобы просто знать о чем с вами говорить а те кто был с нами на марафонах и давно смотрят нас на ютубе пожалуйста поставьте циферку 2 хотя бы один марафон если с нами прошли кто с нами на будилке поставьте пожалуйста циферку 3 и кто прошел какие-то курсы типа нейтрализатор формирования событий ну то есть пошел выше да ступень поставьте 4 я посмотрю кто у нас присутствует присутствует и на кого мне ориентироваться так два три есть цифры есть три будилочники наши с нами марафонцы наши с нами те кто в первый раз я вас приветствую у нас на самом 3 3 3 3 2 2 2 здорово на ютубе смотреть видео кстати говоря если вы просто смотрите каждый день там по одному видео на ютубе а их у нас очень много то вы уже автоматически попадаете в поле елена она как бы черпает информацию из информационного поля у нее все эфиры потоковые да эфир сохраню и все эфиры вот на занятия кто был то есть это в моменте работа в моменте и поэтому вот подключаясь к этому видео к любому из вот этого состояния потока вы уже будете обретать какое-то такое внутреннее спокойствие радость которая будет притягивать и вести вас дальше к улучшению в жизни так здорово каждый день смотрю да я кстати когда начинала монтировать видео мы 3 года назад открыли наш канал и я все делала сама сама-сама до какого-то момента до января до марта потом мне начали вот этого года потом мне начала команда помогать команда привет знаю что вы смотрите так да периодически смотрю видео вот и когда я начинала монтировать вот эти видео то есть я придумывала темы мы с Леной их снимали ответы на вопросы я с Леной присутствовала в момент когда мы снимали видео я их монтировала соответственно пересматривала по несколько раз и еще я обнаружила за собой такую способность что я в какой-то момент не смогла смотреть никакие другие видео кроме вот этого канала переход в так вот так я тоже напитывалась вот этой энергией поточной стоянием по потокам все здорово каждый эфир время комфорта да и так что я вам сейчас хочу предложить такую некую игру некое некий тест но я вам не дам готовых решений в этом тесте вам надо будет проанализировать то что вы сейчас я попозже вопросы все прочитаю вот и на все на все все вопросы ваши постараюсь ответить а сейчас просто давайте поиграем в общем тем кто посмотрит в записи будет смотреть в записи вы просто ставьте на паузу и пишите на листочки а тем кто сейчас со мной на эфире напрямом вам достанется самое интересное мы будем развивать вашу фантазию и развивать ваше образное видео мышление и так далее вам придется чуточку интереснее но и чуточку сложнее вот готовы напишите мне плюсики если вы готовы пройти небольшой вот такой тест на скажем так способность создавать реальности я посмотрю так готовы мы будем начинать на самом деле это будет такое некое введение в марафон про деньги и признание 2.0 деньги и признание немножко расскажу этот марафон он пройдется следующего понедельника по пятницу эфиры будут в записи это самый пожалуй на мой взгляд сильный марафон был потому что прям лена очень держала в потоке все вот эти эфиры особенно вот он какой-то был особенный его нигде нельзя купить нигде нельзя получить а можно вот так вот просто в моменте пройти этот марафон если вы были уже на этом марафоне вы можете посмотреть его второй раз на этом марафоне те кто будут впервые не могу транслировать еще на ютубе извините сейчас вот только в инстаграме научусь научусь я учусь всему быстро очень в следующий раз может быть так те кто с нами был уже на этом марафоне те могут смотреть и участвовать второй раз потому что какая самая главная наша фраза про повторение повторение мать осознания Лена однажды сказала эту фразу все подхватили и мы теперь ее здорово используем то есть я вам очень рекомендую к тем кто уже даже был на этом марафоне пройти его второй раз единственное что проверять домашние задания мы вас попросим те кто только не участвовал сдавать вот эти домашки и мы будем вас проверять и давать обратную связь а те кто уже сдавал домашние задания давайте дадим шансы тем кто этого не делал чтобы наши админы смогли ну в таком быстром режиме давать обратную связь да каждый марафон все круче и круче я согласна абсолютно и вот то что вот сейчас Светлана написала каждый раз все равно слышишь новенькое это вот сто процентов так я сейчас немножко ну с вами поговорю потом мы сделаем этот тест я вижу что вы уже готовы у меня есть сейчас помощница Надежда очень многие ее уже знают да Надя она помогает и в счастливых так и помогает нам в будилке и когда она пришла примерно год назад в августе она сказала такую вещь она с самого начала с нами вообще три года назад как запутил запустился вот этот онлайн проект вот Надя с нами и она сказала что она пересматривала эфиры и она сейчас на данный момент говорит я примерно понимаю 70 процентов стала осознавать мне казалось тогда еще когда я смотрю что мне так все понятно но пересматривая те же самые эфиры через год она говорит я настолько понимаю стала понимать глубину что тогда ну просто я как будто десять процентов только слышала то есть даже если вы были на марафоне на этом я просто вам рекомендую пройти второй раз этот марафон это бесплатно да это бесплатно и это очень интересно я не знаю наши марафоны все отличаются я просто как я хожу анализирую по другим авторам я смотрю Лена не смотрит никого Лена она в своем сама в себе и она не хочет никакую информацию стороннюю слышать то есть все ее практики все техники это только ее я же хожу анализирую кто что проводит я могу сказать что наши марафоны они как полноценные курсы то есть вот марафон это реально курс где вы получаете очень много полезного не просто там вода какая-то и поговорить очень много полезного все кстати марафоны которые прошли у нас есть на сайте на сайте переход в так .ру в разделе марафонные вебинары в моменте когда мы ведем такое мероприятие оно абсолютно бесплатное для вас от начала и до конца а когда мы уже провели этот марафон некоторые марафоны некоторые выставляются на сайт и вы можете их там приобрести ну что поехали да когда пересматриваешь да всегда что-то новое слышишь вот много вот таких комментариев есть точно и так входим в свою свой внутренний образ и делаем вот что сейчас вам надо будет представить свою жизнь которая будет у вас через один год но представить ее по факту исходя из сегодняшнего вашего восприятия то есть вот что вы делаете сегодня в обычной жизни да своей и то что вы предполагаете что вы будете делать через год именно предполагаете вам надо придумать где вы живете как вы отдыхаете какие у вас при этом ощущения самого себя как вы при этом выглядите как вы питаетесь что с вашим телом чем вы занимаетесь и сколько денег получаете давайте вот прямо сейчас вы можете себе вообразить примерно представить этот образ кто смотрит записи просто поставьте на паузу и запишите вам будет интереснее кого сейчас листочек прям быстренько можете за 20 секунд написать что вы про это думаете вам важно вот в моменте сейчас зафиксировать я жду чтобы у вас было немножко тишины вы фиксируете для себя этот образ кто сделал плюс плюсики в чате поставьте кто не сделал догоняйте ставьте минусы например или делайте представили да вот у нас кто на нейтрализаторе это был быстро представляют вам повторяю да вам нужно представить свою жизнь через один год исходя из реалии сегодняшней вашей жизни вот вы просто предполагаете что вы будете делать через год где вы будете работать какая у вас будет семья чем вы будете заниматься в свободное время какой у вас будет уровень дохода где вы будете отдыхать вам нужно представить такой собирательный образ и ощущение самого себя вот я смотрю пошли плюсы просто делаем это быстро кто смотрит на паузы поставьте напишите это будет интересно потом проанализировать самого себя ну все смотрю плюсы пошли да делали здорово следующее задание то есть вы зафиксировали вот этот образ и вам надо его запомнить теперь его немножко так отложили этот образ в сторону и создаем новый образ сейчас вам нужно будет второе задание вам нужно представить себе жизнь мечты своей мечты все то же самое как вы себя чувствуете как что вы ожидаете сколько вы денег получаете где вы работаете может быть вы вообще не работаете может быть у вас там какой-то дом дача где вы отдыхаете вот все вот то же самое только жизнь мечты через год я опять делаю паузу кто представится жизнь мечты через один год очень быстренько надо это сделать тот пишет единичку в чат кто представил а это если они одинаковые я поясню потом просто представляете пока просто пока представляете я потом поясню все нюансики идинички есть то есть первое это мы как предполагаем да что будет через год второе это жизнь мечты через год да эфир я сохраню ну все единички есть да представили запоминаем запоминаем можете на листочке написать да берем эти один образ отставили второй образ берем и отставляем в сторону два образа отставляем в сторону и слушаем внимательно что сейчас надо сделать кто может написать тот лучше записать так будет ярче теперь вам надо представить через год свою жизнь не то чтобы даже мечты а представьте что у вас ограничений нет вообще нет вообще никаких ограничений вы можете представлять все что хотите кто вы что вы делаете чем вы занимаетесь сколько у вас денег на счете в банке сколько у вас пароходов сколько у вас вилл я не знаю кто то в космос полетел вот вообще нет ограничений вообще абсолютно кто то певицей стал известной кто то и не знаю фото моделью да через год через год вот нету ограничений и через год то есть первое я повторяю это то что по факту второе мечты ваша мечта и третье вот кто то в космос полетел да ограничений вообще нет да немножко сложно кому то может быть немножко сложно кто первый первый или второй раз это делает может быть немножко сложно но мы с вами всегда развиваемся и вот посмотрите кому то сейчас сложно а кто то уже очень быстро все представляет и кто вот это все быстро очень представляет он просто начал за месяц или за два раньше все это представлять кому то стало легко так вот знаменитый коуч на острове на мальтивах могу летать на луну кстати классный комментарий а если а что если без ограничений тогда ничего не надо кстати да аж слезы от счастья так угу кто сделал вот этот третий третью штуку да сделал поставьте цифру давайте 3 поставим цифру 3 чтобы мне было понятно что вы сделали 3 третью слезы на глазах объясню почему слезы на глазах потому что вы не позволяете себе мечтать вот у кого-то кайф вот у кого кайф тот вообще молодец опять же это так здорово 3 3 сделали да сейчас смотрю три трешки идут угу так буду вам рассказывать теперь небольшую расшифровку на самом деле вы глядя на этот тест вы можете еще дома вечером там повторить все это можете взять те результаты которые у вас сейчас получилось и немножко посмотреть на свою жизнь со стороны и проанализировать именно себя смотрите есть такие у кого вот цифра 1 2 и 3 все вот эти три этапа они все разные есть вот такие напишите есть если вот есть такие у кого прям вот вообще все разное то есть представляю себе жизнь примерно такую же как сейчас если я помечтаю то у меня будет чуточку больше а если я без ограничений до представлю жизнь то у меня вообще там фантазия плещет ручьем есть такие да есть друзья мои с вами все нормально как раз таки если у вас есть такие вы у вас все все нормально как у обычных людей среднестатистических неплохо нехорошо классно здорово то есть у вас у вас вы представляете себе какое-то небольшое развитие событий через год да в первом случае вы немножко не научились еще мечтать но в принципе у вас большие перспективы к этому есть чуть-чуть помечтаете немножко ситуация у вас улучшится изменится и как и и вы загоняете себя в ограничения потому что ну у вас вот эти все три пункта разные но это нормальный нормальный результат это очень здорово вот это вот прям такая стандартная ситуация смотрите если цифры 1 и 2 совпадают то есть вы себе представляете жизнь через год и она совпадает у вас с жизнью мечты 1 и 2 совпадают это значит что вы хорошо научились мечтать и задавать в принципе свою реальность то вывод прямо на пути к этому вывод уже прямо шаг сделали в сторону то есть это классно уже это плюс один балл вам но и первым и вторым кто мы будем расширяться улучшаться вот у кого фантазия не идет у кого вот цифра 3 не отличается от например от предыдущих есть такие кто у кого не отличается цифра 3 по идее если мы уберем ограничение у нас прям у всех должно в принципе отличаться цифра 3 да потому что но в мечте мы все-таки немножко такие разумные да а у кого цифра 3 не отличается но вернее если она отличается и не совпадает то у вас большие перспективы для роста у вас хороший полет фантазии с вами все в порядке у кого цифра 3 не отличается она как бы вместе со второй цифрой у вас тогда два варианта либо либо первый вариант у вас очень крутые мечты просто у вас нет ограничений либо вы как бы либо вы не позволяете себе мечтать вот вам просто надо вот взять вот эту схему и паны проанализировать а что у меня как бы в чем у меня нюансик состоит да где мне поработать с собой так давайте теперь на вопрос какие есть все совпадают вот смотрите если у вас все совпадают либо у вас сильные ограничения по всем ну пунктам либо у вас вообще нет ограничений тут надо посмотреть кем и чем вы себя представляете в каком окружении вам тут надо самим проанализировать сразу крутые мечты да вот у кого ну у кого там допустим у всех совпадает может быть у вас сразу крутые мечты вот есть один два три совпало вас может быть сразу очень крутые мечты без всяких ограничений это так может быть а может быть наоборот посмотрите на свои мечты посмотрите их сами по нарастающей вот по нарастающей это как бы такая самая стандартная ситуация если у человека идет по нарастающему значит есть прогресс до роста для роста вы нарастает плавно по нарастающей до плавно на нарастающей это стандартно там скорее всего вы попадете там 70 процентов до людей у кого плавно нарастают эти мечты у вас есть задел для роста и вы знаете куда двигай двигаетесь а если три кардинально отличается от первых двух у вас фантазии все в порядке значит и у вас тоже есть большой большой задел для роста где посмотреть это тестирование нигде я сама придумываю вот так если три вообще не проявилась значит у вас прям ну затык с фантазией надо это но решать вот третий пункт он указывает как бы на ваши способности вообще потому что мы все творцы по своей природе да человек создает мыслями если вы посмотрите на свою жизнь вообще как в принципе сначала зародилась у вас какая-то идея а потом она воплотилась это всегда так другое дело у кого-то ну у кого-то щи пустые дал кого-то бисер нет мелкий кто мог представить океан он это тоже получал то есть развивайте вот эту свою цифру 3 вот из всего этого теста я вам могу сказать какой вывод мы сделаем вот эту цифру 1 если она у вас прям сильно отличается вы забудьте вообще про нее вот то что вы предполагаете надо развивать надо если вы хотите дальше двигаться до расширяться развиваться то нам надо прийти к мечте нам надо прийти к созданию своей реальности то есть вам надо цифру 2 расширять и цифру 3 то есть вам надо фантазировать как можно больше это цифра 3 прям фантазию полет фантазии у вас должен присутствовать а цифра 2 да это в мечте в мечте все таки есть такая доля разумности да вот как бы вот прям вот гарантированно хочу через год вот это в космос да я хочу когда-нибудь полететь может быть и полечу но гарантированно у меня уже будет вот это моя жизнь мечты забудьте да вот вот концентрирует концентрируется на 3 вот отлично можно на 3 концентрироваться здорово на 3 или на 2 на 1 просто забудьте это вот кто у кого все три цифры отличаются один забываем а второе третье мы на этом концентрируемся и итак что будет на марафоне на предстоящем запись будет да можете пройти тест этот запись будет даже интересней хотя нет не будет что будет на марафоне предстоящем кто не был мы будем создавать реальности елена будет рассказывать прям по линиям жизни как мы создаем свои вот эти реальности и свои линии жизни вот смотрите что мы сейчас проделали с вами на самом деле очень классную штуку обычно ну у нас приходит так если вы вот здесь наверное вас уже этот обычно не касается у обычного человека ну среднестатистического да который не знаю про переход так не знаю про практики саморазвития и так далее у него примерно одна линия жизни ну родился женился пошел работать пошел на пенсию примерно одна ну там может быть плюс-минус если и вот этого человека характеризует как раз таки пункт один из этого теста то есть он предполагает что он будет делать через один год исходя из событий которые у него происходит сейчас то есть если у него сейчас там какая-нибудь там машинка датчика какая-нибудь жизнь есть такая он там примерно предполагает там что ну там чуть-чуть там может быть построю себе что-нибудь там может быть там дыхать съезжу без заоблачных мечтаний без всяких созданий наперед своей реальности да то есть он про это даже не знает и про это даже не задумывается у него есть одна линия жизни и он будет по ней идти плюс-минус такими небольшими отклонениями может быть вот если человек узнает от сейчас я отвечу на вопросы если человек узнает что у него есть какие-то способности что он может мыслью что-то создавать что он может выбирать какие-то реальности что он может помечтать хотя бы пока сейчас помечтать что у него что-то будет ему за это ничего не будет это важно то тогда у него появляется некоторый спектр из линии жизни и он уже может выбирать идти по своему обычному маршруту либо там может быть так дорогие у меня почему-то выбивало как будто бы интернет напишите слышно меня видно так я пока помолчу посмотрю подожду у меня как будто пишет что соединение хотя у меня отличное соединение здесь да слышно ладно здорово подключалась полная связь странно так вот если он узнает о каких-то линиях жизни у него появляется небольшой такой веер из линии жизни и вот о том как осознанно приходить по этим веерам жизни по этим линиям жизни вот как раз об этом будет на марафоне именно про практики и техники вот а когда человек уже концентрируется можно сказать на пункте 3 то он может получать вообще ничего не делая в принципе есть такие возможности это когда уже программы прописаны изменены все программы совершен выход в золотую середину да и человек уже становится сам хозяином жизни и хочу практики да как раз на марафоне будет практика прям задания будут сделайте это напишите это прям первое задание будет шедевр вот вы посмотрите в чем вы жили в чем вы живете и как выбирать эти реальности вот я готова поотвечать на вопросы все и哈哈 и я очень надеюсь что у нас будет даже не вот такой веер из реальности а вот такой с реальности и вы сможете выбирать любую кстати можете поиграть в такой веер все такие позитивники до реальности любую из реальности какую вам вот как записаться на вопросы любые да давайте любые вопросы поотвечаю так как записаться на марафон у нас есть подписной сайт он находится на официальном сайте у нас есть сайт переход в так . ru и там вот на нем можно записаться на марафон в инстаграме есть ссылка в шапке профиля топлинк вы на нее нажимаете там написано записаться на марафон как научиться мечтать спасибо комплимент вопросы пишу буду быстро стараться отвечать на ваши вопросы так называется марку скачет вопрос называется марафон про деньги и признание 20 я повторюсь был вопрос еще может быть кто-то не вначале присутствовал это марафон который проходил у нас в марте если кто-то на нем был вы можете повторить этот марафон его нигде нет его нельзя не купить не получить нигде нету его в общем доступе он его можно пройти только в моменте мы это мой первый раз делаем повторение марафона обычно у нас марафоны никогда никогда не повторяются ну вот решили на лето сделать таком в лайтовом режиме для тех кто не был эта информация будет просто как бы кладезем но это реально очень крутой марафон просто я вам рекомендую прям все техники с этого марафона делать дальше будут к нему даны два прямых эфира то есть 19 числа мы с леной вас ждем в 15 часов на прямой эфир на знакомство по вашим вопросам это будет прямой эфир 19 числа с 21 по 25 будут идти эфиры в записи но запись будет прямо дана полностью как она была на марафоне и у на мы в чате будем даже с вами находиться то есть мы будем смотреть ваши вопросы помогать с вами тоже в чате в 19 часов будет дан сам эфир полностью вот как он был прям один в один и потом мы будем присылать вам запись если вы не сможете посмотреть на прям вот этой трансляции которыми для вас подготовили вы можете смотреть в записи те кто был на предыдущем первом запуске вы можете проходить какой-то сигнал единственная просьба не высылать домашние задания для проверок потому что если вы уже высылали вас уже проверяли оставьте пожалуйста тем кто не сделал не был еще на марафоне чтобы мы могли быстрее им ответить вот следующий марафон который будет мы сегодня следы уже обсуждали у нее пришла вообще гениальная идея я вам немножко приоткрою в общем это будет расширение сознания как влияют связи на то что на событие которое будет происходить в жизни например вы накричали вдруг на ребенка и запустилась цепная реакция каких-то связи которая приводит какой-то ситуации и как вот эти все связи просматривать и как ими управлять вот об этом мы сейчас продумываем новый марафон он будет вообще очень нестандартным выходящим вообще за рамки нашего того что мы делаем мы всегда тоже растем расширяемся вот сегодня следы общалась мы списали несколько страниц наших планов они грандиозные так дальше записала пару вопросов потом я отмотаю вернусь у меня нет работы что делать прям буквально на днях выпущу пост про пенсионеров про домохозяек про тех кто в декрете про мамочек да и нет работы и с чего начать да смотрите если у вас нет работы возможно две ситуации вы не хотите работать вам это не надо второе вы хотите работать и вам это надо и вам это интересно осталось понять что вы хотите сделать и куда вот мы поняли с леной сейчас она подыхала июнь даже не полностью две-три недели и она я все это время пыталась тоже по отдыхать меня не получалось потому что я хочу работать реально хочу нет нет интересно мы создаем как раз вот я сейчас мы с командой создаю для вас вот этот вот новый марафон мы для него готовим контент все готовим посты и так далее мне нравится я прям кайфую от этого вот держите меня семеро выходные называется чтобы меня отлепить от моего телефона да дальше про пенсионеров да вот выпустил бы пустим новый пост про пенсионеров что делать в которой в этом посте прям лена рассказывает что она на пенсии лен реально на пенсии она ушла из своего бизнеса который она какое-то время делала решила пойти на пенсию ну на пенсии не сидится она придумана придумала всяких идей новых и их воплощает если нет работы придумайте сначала вот как мы вот сейчас с вами делали из теста на что вы делаете придумайте и пенсионерам тоже касается это пенсионеры у нас прекрасно могут зарабатывать столько сейчас шансов найти какую-то подработку которая будет просто вас радовать в интернете такой полно будете общаться с людьми и не сильно напрягаться смотря как и будете иметь какой-то есть дополнительный уровень дохода вопрос вашего выбора вы что хотите вот офигенный подарок для тех кто не был марте так смотрите вот вот на этом марафоне вы когда подписываетесь вы уже получите от нас подарок dream list он называется эта техника достаточно про деньги поэтому еще даже не начнет не начался марафон а мы уже на этой неделе будем вообще просто разгоняться вам присылать какие-то видео какие-то техники просто одно вам мое пожелание делайте пожалуйста эти техники я маленькая жадина и хочу подарочки за домашку а как же получить если было и вы говорите домашку не присылать слушайте но у нас по моему подарки там плюс-минус сохраняются те же самые за за домашки поэтому вас скорее всего они будут у нас эти нет я с несколько подарков которые поменялись да 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 есть вот первые наверное сегодня или когда или завтра смотрю выйдет за за то что расскажите о нашем марафоне в соцсетях своих и получите за это подарок у кого нет подарка игра в 50 миллионов вот прям очень рекомендую эту игру в 50 миллионов от нас получить так как приобрести будилку на этом марафоне вот кто хочет приобрести будилку я прям рекомендую вам подождать конца марафона там будут крутые подарки при покупке будилки вот так что все расскажем на сайте на нашем можно так следующий вопрос который сейчас выписала как научиться мечтать научиться мечтать очень просто во первых что такое мечта да нет это марафоне про душу было там было про мечтать научиться в общем как научиться мечтать для начала вам нужно представить себя можете закрытыми глазами можете с открытыми глазами как вы парите на облачке как вы летаете в космос как вы проплываете над морями над океанами то есть какое-то вот состояние парения самое главное в этой в этом упражнении а эта техника чтобы вы почувствовали вот некое такое трепетное состояние внутри как будто бы расширение идет у вас вот такой вот восторг но не дикий а такой тихий восторг вот это будет состояние такое вибрационное до состояние которое будет вам притягивать благоприятные события в вашей жизни потому что какие у нас есть три закона до во вселенной в нашем мире действует первый закон эта мысль материально а мысль эта формулировка вот кто-то про формулировку спрашивал сначала потому что было слово слово это сконцентрированная энергия мысли 2 и и мысли материально да это прям первый вопрос все что мы думаем мы получаем 2 может сказать такой закон да все наши страхи они материализуются потому что страх это энергия это эмоция очень сильная и и мысль о том что вы боитесь подкрепленная вот этой эмоции страха она его будет материализовывать поэтому экономически выгодно просто перестать бояться чего-либо и третий закон я бы для себя выделила такое это любовь да то есть вот эта энергия когда вы мечтаете вот вы входите вот это в состоянии какой-то благости и вот это состояние начнет вам притягивать позитивных людей в жизни позитивные события вы просто выйдете на позитивную волну и просто научитесь кайфовать от жизни воплощать любое задуманное желание будь то деньги работа там я не знаю дома дачи квартиры пароходы машины 7 семью без разницы что воплощать нам нужна просто одна формулировка да что я хочу для себя без учета других людей погоды лучше так далее вы это знаете многие и чувство вот это чувство которое когда вы научитесь вот этому чувству мечтать вот вот это два соединения она даст результат во вне желаемой вот эти надя у нас уже помогает кстати в чате на эфире по будилке да спрашивают когда будет встреча расширенного курса встреча будет 29 июня 18 часов ссылка будет на записи ссылка будет в личном кабинете то есть у нас на будилке каждый месяц на расширенном курсе мы проводим вот такие встречи которые длятся по 3 иногда и больше часа еще заявлено 2 2 по моему никогда не было вот с поддержкой участников с ответами на вопросы вот следующая встреча будет 29 клуб заседание клуба будет 19 июня так давайте расскажу а еще дорогие кстати мы их для будилочников те кто у нас сейчас в будилке мы готовим новый курс вот сегодня только проявились его даты 6 по 20 он пройдет будет по вторникам и по четвергам и называться будет он сейчас сейчас раскрытие программ рода и поколений вот прям следите за новостями вообще просто шикарный курс лена проведет его в зуме елена ревнула так давайте вопросики почитаю так сначала все шло после марафона просто чудо потом затормозилась почему когда у вас смотрите шло после марафона все здорово и супер позитивно просто чудо да вы были вот на вот это состояние в состоянии мечтания состояние энергии вы прописали какие-то свои реальности мечты и так далее почему затормозилась потому что вы оглянулись вот так вот назад на свои прошлые мысли на свои прошлые действия на на свой прошлый опыт то есть вас не было бы тут вот впереди естественно когда вы сместили свое внимание вот с этих практик марафона а мы давали вам как не смесли не смещать внимание да кто еще не был узнаете как не смещать внимание на прошлое да как двигаться только впереди как только вы повернулись сместили внимание назад все вы затормозились куда вам идти то вы вам некуда идти вам или стоять или падать лицом вниз поэтому и и происходит вот эти вот остановки потому что ваше внимание смещается на ваши прошлые мысли ваши прошлый опыт поэтому так происходит держим внимание в моменте обалдеть какой здоровский марафон так а кто проходил задание в январе задание не делать обучивую ребят делать конечно вы что конечно делать задание просто не высылать если вы высылали просто не это не высылайте но делайте обязательно если у вас есть какой-то вопрос у вас возник да у вас там ну новые какие-то расширения зданий вы тоже в принципе можете послать админом на проверку там или спросить что-то конечно можете мы вам не как бы не запрещаем это не ограничиваем не как просто просьба дать шансы тем, кто у нас вот впервые на марафоне, получить ответы пораньше. Так, запись будет. Напомните, пожалуйста, технику как не смотреть назад. А, вот, смотрите на марафон. Там есть это. Как не смотреть назад. Есть. Так, где будет информация по расширенному курсу будилки? Мы обычно даем в чате будилка, на канале будилка и у вас в кабинете в личном. Заходите на сайте и увидите. Техника слежения за мыслью, чтобы назад не оборачиваться. Ну, во-первых, не оборачиваются назад у нас те, кто на будилке. Это у них автоматом уже получается. А, чтобы не оборачиваться назад, надо постоянно задавать движение вперед. Только так вы не будете оборачиваться назад. В марафоне все это есть. У вас прямо на год там дан план. Как не оборачиваться назад. Смотреть вперед. Так, сейчас. Скажите, как доехать до сказки? Приложение Яндекс.Карта выдает только такси. Я в Москве живу недавно. Наверное, есть международные автобусы. Простите. Дорогой друг, задайте, пожалуйста, этот вопрос в директ и попробуем ответить вам, рассказать. А где фокус? Там энергия. Да, все правильно. Я так хотела... Я вас люблю. Я так хотела... Парадам. Да, будем. Парадам. Шикарный курс будет платный. У нас марафоны бесплатные. А какие-то курсы, которые дальше с углублением, будут платные. Нет звука, я не знаю. Смотрите, вопросы по будилке я вижу, какие-то задают, да. Пожалуйста, напишите админам, они всегда помогают. Вот прям помогают. Напишите, пожалуйста, дорогие друзья, помогите мне. У меня вот так-то и так-то. Так. Ну и читаю. Читаю вопрос сейчас. Про Март даже вспоминать не хочу. Сейчас в растерянности. Еще утешение в интернете. Пройдите вот этот марафон, пожалуйста. Там вот он хоть и называется «Деньги и признания», но вот вы все уже, наверное, знаете, какой бы марафон ни был у нас, у переходов так, там всегда будут возвращать к вашей внутренней сути, к воспоминанию вас, самих себя. Вот. Как перестать стесняться и открыто заявлять о себе? Слушайте, друзья, вот на самом деле перестать стесняться, каждый человек на каком-то этапе, да, есть те, кому уже признание не нужно, они сами признали уже себя самого, но вообще людям уму, эго свойственно желать признания, и это абсолютно нормально, это должен пройти каждый человек, да, на своем пути. когда человек стесняется, он вроде хочет, да, свое признание получить, но одновременно с этим он себя начинает какие-то рамки и ограничения стать, создавать себе. Я недостаточно хорош, поэтому я начинаю стесняться. Да хороши, вы все хороши, вы единственные в мире уникальные, проявленные уникальности. Но чтобы вот перестать стесняться, очень скоро на этой неделе выйдет предзадание к марафону про признание, и там будет рассказано, возьмите это, пропишите это. Мы в переходе в так, любим писать. Я вам могу рассказать, я вот эту сама технику опробовала про признание, да, которое вы получите на предзадании, у меня очень скоро, прям, ну, я не знаю, недели две или три, я получила все, что я написала, все вот эти элементы признания, которые я написала. Я прямо все услышала своими собственными ушами, все увидела своими глазами, получила признание, и, скажем так, и успокоилась. И в какой-то момент, после того, как вы внешне получите вот это признание, да, вы внутри сами себя признаете, и тогда и перестанете стесняться. Не надо ни на какой страх идти, вот говорят, надо выйти из зоны комфорта. Вообще, вот кто-то придумал вот эту про зону комфорта, выйти из зоны комфорта, и начинают ее массировать все. Я вот, например, не хочу ни из какой зоны комфорта выходить. Мне вообще хорошо, кайфово, я хочу дальше двигаться по жизни в этом состоянии, в хорошо и в кайфово. Зачем мне выходить из какой-то зоны комфорта? Поэтому не надо. Вот если вы стесняетесь, просто пропишите признание. Получите, перестаньте стесняться. Так, дорогие вопросы. Так. Я лучшее проявление этого мира. Да, да, вы лучшее проявление этого мира. Точно. Недавно вас нашла. Слушаю, иду на марафон. Да, дорогие друзья, мы постоянно растем. Я очень рада приветствовать новых зрителей, слушателей и просто друзей, переходов так. Вот. Поэтому у нас очень много видео на ютубе. Можете заходить, смотреть, быть с нами. Ждем на марафоне. А, ну и еще такое я вам открою секретик, кто на будилке. Вот будет сначала раскрытие программ рода и поколения, а потом мы задумали нейтрализатор после этого курса. И он будет такой тематический. И каждое занятие будет на определенную тему. То есть мы пройдем и деньги, и семью. То есть нейтрализатор это уже то, что идет после будилки. Это когда тело, уже внутренние ощущения и чувствования соединяются с головой, с умом, и все это приходит управление подсознательным. Но это так. Все на будилке, все новости. Смотрите. Как прописать признание? Надя, я не помню, у нас во вторник или в четверг выходит как раз вот эта вот техника предзадания. И вы ее получите и пропишите признание. Точно, хочется комфортно все и жить, и работать. Нас пинают в сторону страха. Нет, дорогие друзья, не надо просто идти на страх, пожалуйста. умоляю вас. Там некомфортно, там плохо, там неуютно, там неудобно. Зачем нам туда, я вообще не понимаю. Идите по своему чувству, по желанию. Куда вам идется, туда идите. Вот так прям туда идется. А для того, чтобы понять адрес, куда нам идти, нам надо сначала придумать, что мы хотим. Потому что очень многие живут по накатанной. Из-за дня из-за дня в день повторяют одни же те же действия, одни же те же мысли жуют в голове, одни те же паттерны у нас присутствуют. И мы порой спросим у человека, ты что хочешь? Он даже не может сказать, что я хочу. Вот эти вот как раз марафоны, они прямо вас расшевелят и дадут прямо направление, куда вы помыслить. Так, практика достаточно, очень классная. Открытия себе такие крутые, и результат был на следующий день. Прям, да, вот у нас там будет достаточно про деньги практика. Вот вы подпишетесь, вы ее просто так получите. Ничего даже делать не надо. А практика признания про достаточно будет за небольшую плату. Но не за деньги, а за то, что вы просто совершите некое действие. Вам же во благо. Вот так. Благодарю, дорогая. Комплименты. Очень соскучилась. я тоже по вам по всем соскучилась. Иди по зову сердца. Правильно. Дорогие, по зову сердца оно подскажет, чувство, ваш истинный помощник, подсказчик. Об этом всегда Лена на эфирах говорит. Дорогие друзья, так, ой, благодарю вас за комплименты столько много. Так, Марина, я недавно с вами иду на марафон, что посоветуйте сначала некоторое время послушать ваши с Еленой видео, марафоны, оглядеться, адаптироваться или можно сразу идти в будилку. Смотрите, я вам посоветую, сначала вот вы пройдете вот этот марафон, вот, и если вы поймете, что да, я хочу, я с вами, то можете идти сразу на будилку. И, кстати, вот все, кто сейчас на будилке, вы же есть, да, вы же есть с нами, скажите мне, пожалуйста, плюсик в чате поставьте, что после будилки те же самые марафоны вы видите вообще по-другому, у вас прямо раскрывается другое видение и слышание, вот, напишите, пожалуйста, как усилить чувствование, это надо развивать в себе, вот, прямо развивать интуицию, надо смотреть, смотрите, про чувствование, это будет и на душе, на марафоне было, и на деньгах будет, все прочувствовала, Лена везде про чувства, переходит так, везде про мысль и про чувства, про программы и про чувства, про формулировки и про чувства, чувства здесь, мысли здесь, угу, вот, смотрите, сколько плюсиков, то есть, после будилки, давайте я вам про свой, у нас же чай, да, мы можем поболтать просто так, вот, про свою, видение, я вам расскажу, я будилку давно прошла, это было где-то, сколько у меня лет, я по ребенку отсчитываю, моему старшему 6, а мы познакомились где-то за год, наверное, до этого, ну, 7 лет, получается, назад, да, марафоны смотрю уже по-другому, Марина, какой чай пьете, Иван-чай, Иван-чай, просто сейчас, что-то кайфую, по-юван-чаю, нравится очень, вот, и когда я прошла будилку, я, кстати, даже тогда вообще не думала ни про какую мысль, управление, мыслью, 7 лет назад это было даже, это только начиналось, сейчас очень много информации по этому поводу, слушайте, а может быть, моя реальность так перестроилась, кстати говоря, что столько информации стало по этому поводу, может, я ее просто видеть начала чаще, вот этим надо подумать, в общем, я тогда вообще даже не задумывалась про никакую мысль, ни про управление, ни про чувства, вообще ни про что, ни про программы, я просто была обычным человеком с одной линией жизни, все, сегодня немножко отличаются от вчера, немножко есть у меня какие-то желания, немножко есть хотелки, но как управлять этими хотелками, я не знала, хотелками можно управлять, вот, и когда я прошла будилку, мне стали попадаться какие-то значит, чудесные книги, которые бы я внимания никогда не обратила, одна из таких книг, вот после перехода в так, у меня был промежуток, когда я уже ушла, можно сказать, от Лены, занятий, с перехода в так, они мне дали просто расширение от такой сознания, они просто перевернули мою жизнь, и она в корне стала отличаться до и после, вообще очень сильно стала отличаться, и у меня был какой-то промежуток, когда я уже ушла от Лены, но еще не пришла вот в переход в так, в онлайн-проект наш совместный, когда я там была в декрете, мамочка и так далее, и мне попался, попалась книга Зеланда, Вадима Зеланда, Транссерфинг реальности, вы, наверное, знаете, плюсаните, пожалуйста, в чат, кто знает Зеланда, Транссерфинг, мне интересно, он очень популярный сейчас тоже, многие его смотрят, слушают, я понимаю, что если бы не будилка, я бы вообще никогда эту книгу даже не увидела, не обратила внимания, и не посмотрела бы на нее, и когда я начала эту книгу читать после будилки, у меня такая ясность, видение открыла, я понимала его от и до, я понимала, о чем он говорит, и прям вот была такая ясность, да, да, так, 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 то есть, и у меня даже вот подруга есть, Наталья, в которой мы в Инстаграме мы с ней общаемся по поводу Инстаграма, она помогала мне в начале пути, консультировала, она у нас тоже в будилке, и, ну, мы часто профессионально с ней перекидываемся какими-то вопросиками, я ей помогала по будилке, она мне по Инстаграму помогала, и она говорит, слушай, вам надо слоган даже написать, после будилки вы будете понимать трансфорфинг, она даже такую идею слогана предлагала, да, но вы лучшие, вот кто-то пишет, да я согласна, вот честно, что вы лучшие, нет, это кроме шуток, я понимаю, что я много анализирую, я много читаю, я понимаю, что переход в так, это просто, наверное, самая крутая вещь из этого всего, может быть, я просто из рода, такого же, как Лена, может быть, мне это подходит, может быть, тем, кто подходит переход в так, может быть, тоже с нами из одного рода, вот, переход в комфортнее, 100%, чем проще, тем лучше, у кого зависла, Вадим Зеланд, трансерфинг реальности, вы и такте лучше, сделают это костыли, надо сразу работать с полем, у каждого свой уровень, и это, стопроцентно, лучше, да, благодаря переходу в так, я начала понимать Зеланда, но это безотносительно книги Зеланда, это вот вообще, я просто пример привела, но на самом деле, возьми любую книгу, вообще любую, после перехода будете видеть лучше, яснее, четче, вот, ну, знаете, вот, кстати, есть пенсионеры, которые мне пишут, ну, у нас много пенсионеров, тоже смотрят, есть пенсионеры, которые с нами проходят все марафончики, занимаются, что-то не получается, я знаю, вот у меня одна женщина, она просто мне в личку пишет, ну, регулярно, она какие-то такие небольшие вопросики задает, я ей отвечаю, и вот на днях у нее пришел инсайт, говорит, Марина, спасибо, я поняла, то есть она самостоятельно занимается, и какие-то штуки, вот у нее приходят какие-то осознания, вот первое такое яркое на днях пришло, ну, вот человек просто делает, поэтому, пожалуйста, делайте. Так, как управлять хотелками? Как управлять хотелками? Смотрите, можно просто неосознанно чего-то хотеть, да, ну, даже вполне осознанного, ну, например, я хочу там дом, ну, где-то, да, к примеру, да, ну, просто хочу и хочу, и если ты не занимаешься, вот, как бы построением, реальность, управление мыслью и так далее, вот этими штуками программы не прописываешь, если ты не занимаешься, то ты можешь просто хотеть дом и впахиваться в этот дом, копить деньги, брать кредиты, можешь закрывать себе возможности, да, и говорить, что, ну, ну, это для меня недоступно, это очень дорого для меня, не могу себе позволить, я вот хочу, ну, вот, может быть, как-нибудь в другой жизни, вот, а можно управлять процессом, то есть, так, так, я хочу дом, так, какой дом хочу, так, вот такой, сформулировали, дальше, если у вас есть какие-то нюансы, программы прописали, у нас, кстати, будет там деньги и признание, как программы, какие-то, ну, начального уровня программы прописывать, марфонов вполне может даже вам хватить, чтобы понять, как вот эти штуки делают, делать, и осознанно уже потом формировать события по получению дома в свою жизнь, то есть, применять мысли, применять представления, применять чувства, применять, в первую очередь, формулировки. Я пенсионерка, я жила, переход, мое возрождение. Да, дорогие, у нас много пенсионеров, мы вас очень любим, как и все, так, стена красивая сзади, да, стена вообще шикарная у меня сзади, согласна, согласна, как Лена сказала, ну, вот, прямо видно, что тут вся Марина, я, в общем, люблю все блестящее, красивое, такое, все с стразиками, у меня какая люстра с стразиками, это кабинет мой, иногда его видите в сторис, я такой кабинет себе намечтала, и что самое интересное, в начале, я даже не могла себе представить, что будет так круто, а, из чего стена, хотите посмотреть, хотите покажу, плюс они тюльчатик, кто хочет, покажу, вот, да, даже не могла себе представить изначально, что он даже года два назад, у меня будет свой кабинет, эта стена, она, это фреска, вот, видите, фреск, такая она, всю стену, фреска, а тут вот, другое, да, обожаю тоже все золотое, серебряное, у меня, кстати, мы же чай с вами пьем, у меня, кстати, от бабушки, бабушка, у меня так, чем блестяще, тем лучше, чтобы угодить моей бабушке, можно было ей просто подарить какую-нибудь блестящую пряжечку, или заколочку, или что-нибудь такое, показала же стену, нет, не увидели, вот, диванчик, кресло мое, вот, и люстра вся в этих стразиках, стразиках, люстра, почему я так обожаю вас, Мариночка и Леночка, слушайте, ну вы, наверное, по чувствам просто идете, поэтому мы всегда помаряем в студию, ну это, наверное, знаете эту историю, про то, что мы хотели сделать студию своего дома, знаете, нет, мы когда начинали заниматься только переходом в так, да, то есть это 3 года назад, и я говорю Лене, Лен, нам нужна студия, где бы мы снимали свои видео, через буквально месяц у нас была своя собственная студия, и при этом нам не надо было никуда ехать, у Миши с Леной в огромном доме, в большом доме был подвал, который пустовал, и Миша взял краски и покрасил одну стену в один цвет, второй цвет, в другой цвет, третий, в третий, там же была зона у камина, и там же была зона у диванчиков, и вот все наши такие старенькие видео, там, трехлетней давности, двухлетней давности, зеленая вот эта наша козырная стена, вы можете видеть в этой студии. Потом, когда я начала мечтать о своем доме, я сначала только мечтала, только мечтала, и я задалась такой целью, чтобы у меня все стены в доме были разные, разноплановые, для того, чтобы нам снимать видео, для вас, дорогие, для того, чтобы была смена картинки, достаточно скучно, однотипно смотреть на один и тот же фон, поэтому тут видео, тут видео, тут, и многие думают, что мы даже снимаем студию, но нет, это у меня мой дом. Так, а я люблю техно, скорее минимализм и комфорт, здорово, на самом деле, мы все абсолютно разные, и я тоже люблю и техно, и минимализм, и комфорт, но пожить там, посмотреть, можно снять какой-то там, допустим, домик в этом стиле, да, в этом стиле пожить, а вот для себя я выбираю то, что я хочу для себя. А будет еще марафон для пенсионеров. Дорогие мои любимые пенсионеры, я вас просто обожаю, просто, просто сильно обожаю, у нас все марафоны для всех подходят, вот правда, у нас на любой марафон зайдим, он будет и для пенсионеров, и для работающих, и для бизнесменов, вообще для кого угодно, для кого угодно. И вот этот марафон про деньги и признание, он тоже вам подходит, просто делайте то же самое, те же самые практики, вы можете начать жить и в пенсионном возрасте, уже у нас много, множество таких примеров, переходим так. так, я дом намечтала, вот, я люблю разнообразие, я, кстати, тоже люблю разнообразие, ой, я так люблю разнообразие, сейчас я вам прикол расскажу, маме тут на днях рассказывала, по секрету расскажу, все знают про нашу переходовскую такую тему про зависть, кто знает про зависть, кто знает про зависть, плюс ставим, кто знает, кто не знает про зависть, ставим минус, как зависть может помочь осуществлению мечты, во, видите, я вам кабинет показала, пишут, я тоже хочу кабинет, супер, я вам сейчас расскажу, как получить кабинет, такой, вот, все знают про зависть, вот, круто, мы сейчас зависть будем переворачивать, и в плюс вам обращать, ну, вот, кто-то не знает, тут первый раз, смотрите, штука такая, зависть, это вообще очень крутая штука, если научиться ей управлять, вы, например, видите у кого-то какую-то красивую там машину, квартиру, семью, кто-то как-то, это не обязательно касается материального чего-то, да, мы скорее в переходе в такт за нематериальные какие-то чувствования, да, это природа, душа, это семья, мы прежде всего вот за такие человеческие ценности, вот, да, вот, уже знают, знают, уже пишут нам, если это видишь, что-то у человека значит, у тебя будет еще лучше, только прибавить перламутровые пуговички, это реально так работает, я уже очень долгое время не забедую никому, хотя у меня это было, было, я могла посмотреть, знаете, такая, не из разряда у меня была черная зависть, а там могла посмотреть, о, как здорово, ну да, так вот, ну завидно, да, хочется себе такое, но хочется себе такое, вот такая вот типа а-ля белая зависть, это от незнания того, что ты можешь сам это получить, так вот, если надо трансформировать эту штуку, если вы видите в своем проявлении что-то, что вам нравится у какого-то другого человека, вы просто начинаете вообще это внутренне, да, не обязательно вот так, ну вот так вообще хлопать в ладоши и говорить здорово, классно, я это вижу, это появилось в моем пространстве, значит и у меня может быть так же и даже лучше, и смотрите, допустим, вы увидели у меня кабинет, кто-то написал, да, я тоже так, ну, я тоже кабинет хочу, и вы пишите, здорово, мое пространство показало мне в лице Марины, да, что можно так и даже лучше, даже в стиле техно, а у меня вот будет вместо вот такой стены какой-нибудь попугайчик на стене, а здесь вот у меня еще будет вот так-то, и вот, вот Марина в этом эфире проявила, самое лучшее для меня, и я так хочу, и даже лучше, и посмотрите, что я вам сейчас показала, я вам показала пример формулировки, то есть как я хочу, да, вот эта стена здесь, чтобы был попугайчик, а здесь еще такая в стиле техно, и я вам это очень эмоционально рассказала на уровне чувств, да, вы почувствовали, что, ну, идет такой, ну, эмоциональный такой подъемчик, классный такой, да, веселенький, здоровский, уловили, подъем, плюсаните в чате, если уловили вот этот вот, как я вам рассказала это все, да, вот, вы задали сразу два, две штуки, вы задали чувство, и вы задали направление, своему уму, куда мы идем, мы идем к кабинетику с попугайчиком с попугайчиком и в стиле техно, вот, пошли плюсы, уловили, и так вы можете делать вообще на всем, чем угодно, над всем, только, пожалуйста, добавляйте попугайчиков и стиль техно, обязательно, да, вот, плюсики пошли, вот, уловили, вот, вот так и задаем реальность, то есть кайфовенько, нам должно быть всегда уютно, что у меня пищит, так, так, нужно добавить что-то свое, да, обязательно, обязательно добавить что-то свое, почему, допустим, если вы видите какую-то хорошую, там, к примеру, семью, как у Лены с Мишей, складываются прекрасно дела в их общении, как они нежно друг к другу относятся, вы это видите, вы хотите так же, как у Лены с Мишей, ну, к примеру, да, то вы можете втащить к себе чужую энергетику, чужую историю, вот, а когда вы говорите только вот так, и вот так, и вот так, вы уже добавляете свою энергетику, свою историю, не надо кабинет делать, как у Марины, такую же фреску, взять, пойти в магазин, найти ее, такую же стену, не надо делать, вы втащите в свое пространство, Марину, вам зачем, вы сделаете свои попугайчики и свое техно, обязательно ли письменно фиксировать, я бы рекомендовала, да, письменно, вообще просто, письменно, слышно у меня писк, нет, не знаю, что-то пищит, у меня там трамбует, площадку, брыщатку делает, с той стороны, но вроде не так, чтобы сильно слышно, так, что еще вам хотела сказать, что еще вам хотела сказать, хотела сказать, что у нас уже, наверное, эфир подходит к концу, да, вот пищит, видимо, он нам сигнал дает, машина, видимо, какая-то приехала, а, вот, все, вспомнила, что я вам хотела рассказать, в общем, у меня, у нас был один друг, у которого был свой дом деревянный, там было так кайфово просыпаться, и, ну, когда мы в гостях были, и там был лесок, и птички, и так далее, а другой друг у нас, ну, было есть, у него каменный дом, не то же было так, мы в гости ездили, там, жили какое-то время, да, там, вместе общались, и у него была, был каменный дом, это как раз история про маму, что я и рассказывала на днях, буквально эту историю, и я хотела, и не могла я выбрать, деревянный дом я хочу, или каменный, то есть, или городской, как у одного друга, или вот такой вот какой-то лесной, как у другого друга, ну, конечно, у меня свои идеи, по этому поводу были свои проекты, но вот я не могла выбрать, а у меня такая фишка есть, и у мамы, кстати, у мамы такая фишка есть, что мы когда не можем из двух пар кроссовок выбрать, мы берем две пары, или если я не могу выбрать из трех купальников, я беру пять купальников, короче, у меня такая есть фишка, вот, ну, я эти купальники, конечно, разумно ношу потом, несколько лет подряд, но если у меня пошла тема на купальники, я хочу сразу много, если я их не выберу, так вот, ну, все, наверное, девочки, как я, да, скажите же, не можем выбрать, берем сразу все, так вот, я не могла выбрать деревянный или каменный, ну, вот видите, вот у кого-то разумность включилась, нижний этаж каменный, верхний деревянный, а у меня два, я выбрала два, один каменный, один деревянный, и теперь у меня в лесу, Переславле за леском, стоит недостроенный, деревянный дом, но скоро мы его тоже будем достраивать, там уже осталась внутренняя отделка и коммуникации, да, два дома, я просто не могла выбрать, а все началось вот с того, я тоже так хочу, и даже лучше, и у меня получились дома вообще абсолютно не похожи на них, потому что я это я, я сохраняю свою индивидуальность, я просто в мире увидела проявление картинки вовне, вот, если я не могу выбрать, беру все, да, девчонки, мы такие девчонки, слушайте, нам с вами очень уютно и классно общаться, давайте вы следите за нашими новостями в инстаграм, мы будем давать на этой неделе, она такая будет разогревающая перед марафоном, будем готовиться к старту, выполняем домашние задания, которые уже будут вот скоро-скоро, потом будет выйдет пост за то, что, ну, вы рассказываете про наш марафон у себя в соцсетях, мы даем вот этот подарок, техника 50 миллионов, вот за этим следите, потом у нас сейчас праздничная неделя, я напоминаю тем, кто не знает в инстаграме, за все комментарии, лайки и так далее, в конце этой недели мы разыграем призы, будет 5 или 10 победителей, я не знаю, как мне стукнет в голову, да, так сделаем, вы получите какие-то наши платные продукты с сайта, марафоны, вебинары на выбор, аудиокнигу или PDF, поэтому принимайте участие, ставьте лайки, пишите комментарии, запись эфира будет, время так быстро проходит, кругу подружек, да, слушайте, правда уже родные становитесь, потому что я, ну, вот кто часто, кстати, комментирует в инстаграме, я уже прям вас запоминаю, прям вас вижу уже, поэтому просто пишите комментарии, будем знакомиться, так, все, благодарю вас, благодарю вас за ваши вопросы, мы, кстати, блин, ладно, все карты не будем раскрывать, так хочется много сказать, да, вот, обожаю писать комментарии, да, поэтому я вас тоже уже помню, участвуйте активно в обсуждениях, вы заражаете радость, да, мы такие заразные, просто, сами себя порой заражаем, все, все, люблю вас, благодарю, жду на марафоне, регистрируйтесь, приходите, первый, второй раз, буду выходить в эфир почаще, хорошо, я вас благодарю, круче, девочка круче, Дед Мороз подарочками засыпает, да, 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 так, что у тебя, закрыть, сдерживание эмоций, слушайте, если позитивные эмоции, вообще проявляйте, ну, смотрите, эмоции, эмоции рознь, есть психическая энергия, да, когда, и просто не в себя, просто хохочешь все время, а потом какие-то слезы наревываешь, потому что это, ну, ненормально, это психическая энергия, а есть энергия, когда просто тебе кайфово, классно, ты можешь посмеяться, тепло, уютно, они отличаются, почувствуйте разницу, значит, посмотрите вокруг себя, на людей, уловите эту разницу, вот, если у вас эмоции, не надо сдерживать, нет, конечно, негативные эмоции мы переопределяем, а позитивные мы приводим в лучшее для себя, все, давайте, пока,